Картинка, когда у вас есть вписанный четырехугольник, встречается не каждый день. Ее можно назвать, скорее, учебной задачей. Она, что называется, не все время нужна, когда вы решаете задачу. Но! Я сейчас вам нарисую произвольный треугольник, а согласитесь, что треугольник – это диаметрия фигуры чрезвычайно важная, потому что, что называется, проще в треугольнике не бывает. И в этом самом произвольном треугольнике я рассмотрю опять центр описанной окружности, сделаю, по большому счету, то же самое, что сделал только что для четырехугольника. Только будет не центральная симметрия, а чуть-чуть другое отображение. Поехали. Любой диаметрия можно писать в окружности. Кстати, давайте объясним, почему. Потому что, когда вы берете любую сторону, то можно отметить у нее середину и нарисовать перпендикуляры. И когда вы нарисовали два перпендикуляра, то смотрите, какую точку вы получили. Отрезки АО и СО равны, потому что точка О лежит на серединном перпендикуляре. Это такой важный свойствик треугольника. Если высота треугольника является медианой, то треугольник равновесен. Значит, АО равно ОС. А из-за того, что точка О лежит на этом перпендикуляре, ОС равняется ОВВ. Господа, мы получили, что у любого треугольника есть центр описанной окружности. И согласитесь, что картинка абсолютно такая же, только вместо четырехугольника треугольника. Это даже проще, да? Обозначим как-нибудь середины. Ну, например, Х или З. Вовсе не обязательно центр описанной окружности лежит внутри треугольника. Вот вам картинка. Представьте себе такой вот треугольник. Совершенно понятно, что у него эти самые синие прямые пройдут вот таким образом. Правда? Идею понимаете, да? Вот здесь вот 90 градусов. Здесь прямой угол, здесь прямой угол. И точка пересечения будет вне. Если немного подумаете, поймете, что у остроугольного треугольника центр описанной окружности всегда внутри, у ту поугольного вне, у прямоугольного центра описанной окружности это середины потянуто. Отлично! Отлично! Пока все понятно. А теперь подражание предыдущей задачи. Я специально вот эту картинку не учу, тут были зеленые прямые, как они получались, и с середины стороны опускали перпендикулярно. Ну вот я не буду сейчас делать так, потому что непонятно, на какую сторону опускать. Сюда и сюда. Я сделаю так. Я из вершины опущу перпендикулярно. Согласитесь, что это может, правда? Конечно! А именно, я в качестве зеленой прямой возьму высоту треугольника. Отружность. Любой треугольник. Он может быть и тупоугольным. Просто я решу, что я треугольник, потому что тогда как-то немножко понятно, высоты внутри проходят, но вообще-то он мог быть любым. Господа, я провожу перпендикулярно к стороне. Это будет зеленая прямая. И вот сейчас вы должны понять, как связаны зеленая прямая и синяя. Так же, как в предыдущем случае, вот здесь вот была у меня синяя, я обозначу букву М, и зеленая прямая, давайте я обозначу букву Эль. и нарисую сейчас выносной чертеж. Есть опять отрезок Б, С. Есть? Да. Давайте я его нарисую. Б, С отрезок. К этому отрезку проходит перпендикулярно. Вот, где-то там проходит перпендикулярно. Это какая-то прямая Эль. И через середину этого отрезка проходит что? Проходит прямая Эль. А вот теперь интересный вопрос. Что будет играть роль параллелограмма Времьёна? Ведь тут у нас как было? Тут у нас был такой красный отрезок МК. Помните? на этом возрастном чертеже. Замечательно. А здесь это что? Медианы. Медианы. Совершенно верно. Абсолютно верно. Здесь, конечно, это будет медианы. Почему? Потому что вот эту точку мы обозначаем Х. Правильно? Вот на этом чертеже это Х. Середина стороны В, С это какая-то точка Х. А вот эта точка это вершина А. И она где-то здесь лежит. И роль того красного отрезка выполняет отрезок А, АХ. Мы с вами почти доказали замечательную геометическую теорию, у которой, в отличие от задачи про вписанный четырехугольник, у которого нет имени, у нее есть имя. Что будет, если нарисовать четырехугольник А, Б, Б, С? Если представить, что у четырехугольника две вершины сошлись в одну точку. А теперь вопрос. Если в треугольнике нарисованы медианы, знаете ли вы что-то об этих самых красных отрезках или нет? Помните вы что-нибудь? Они пересекаются в одной точке. Медианы треугольника пересекаются в одной точке. Я выбрал треугольник слишком похожим на равносторонний, поэтому линии почти сливаются. Но, вообще-то, вот, есть в общем случае есть отдельно точка пересечения середины перпетикуляров и отдельно точка пересечения медиана. В общем, я даже на картинке сейчас делюсь. Это немножко разные точки. Давайте эту точку обозначим точкой М. В каком отношении делит точка М отрезок АХ? Два к одному. И мы это сегодня доказываем. Перейдем сейчас на наш водностойчив чертеж и мы должны разбить отрезок АХ в отношении два к одному. Эти вот отрезки одинаковые длины. В отношении два к одному. Смотрите, что сейчас произошло. Синие прямые пересекаются в одной точке. Так? Так. Да. И у меня для каждой синей прямой есть параллельное зеленое. вот смотрите. На этом чертеже надо было сделать центральную симметрию. И при этой симметрии синий прямой получалось зеленое. Скажите, пожалуйста, а на этом чертеже что надо будет сделать? Тольчик крайний сильный. Вокруг точке М. Вокруг точке М, если вы сделаете поворот, то Х перейдет сюда. Надо сделать не только поворот. что такое подвинуть? На какое расстояние подвинуть? На расстояние мысль. А каждый раз будет свое расстояние и подвинуть каждый раз в свою сторону как-то получится. Надо какое-то преобразование, которое единообразно звучит для всех точек плоскости. Вот когда вы поворачиваете на 180 градусов, это такое понятное преобразование. Держи всю плоскость и поворачиваешь на 180 градусов. А когда вы сдвигаете на такой отрез непонятно, В какую сторону сдвигать Совершенно непонятно Кто скажет Какую-то понятную фразу Чтобы получить из точки Х Точку А Надо повернуть на 180 градусов Это правильно И еще Умножить на 2 Сдвигать на МХ Да не надо сдвигать Сделать грамотетию с коэффициентом 2 Они не знают, что это такое Ну растянуть к чертеж Растянуть Растянуть Ребята Есть такое понятие Увеличение всех Состояний в 2 раза Понятно, о чем я сейчас говорю? Это часто делается на компьютерах Увеличение на 10% Увеличение на 50% Да? В данном случае надо сделать Увеличение в 2 раза То есть Все точки плоск От точки М В 2 раза удаляются И так будет С каждой точкой прямой Господа Вот эта точка перейдет сюда И в 2 раза Эта точка перейдет сюда И в 2 раза Эта точка перейдет сюда Вот сюда и в 2 раза Деленая прямая Получается из синий Как говорят Поворотной гомотетии 50 градусов И в 2 раза То есть коэффициент увеличения Состояния это 2 А угол поворота это 180 градусов А дальше все Так же под предыдущей выдачей Синие прямые пересекались В какой-то точке Так? А значит Эта точка Перейдет куда? В точку сечения Нет В точку сечения Зеленых прямых Хуля Иди опять Проднеси речь По поводу того Что было синее Стало зеленое Было синее Стало зеленое Все? Ну все Нет Нет Это те Вы поняли или нет? Поняли Отлично Так Все? Да Ну что господа А что это значит На чертеже? На чертеже Это означает Что если вы Я на этой картинке Нарисую зеленые прямые Проведу Эти самые Красные отрезки Правильно? Я проведу Красные отрезки Тем самым Я понял Где должны быть середины Чтобы все было красиво А после этого Я через эти середины Проведу Прямые Параллельно зеленые Идея понятна? Подстроить Да Так Теперь Где-то вот так Вот Может быть Ровно Лучше понятно Вот она параллельно Этой зеленой И наконец Параллельно Вот этой Зеленой Вот Примерно так И получились Точки Получилась Та Самая Прямая Эйлера Вот это Называется Ортоцентр Точка Пересечения Высот Это называется Центр Описанной Окружности А вот А вот это Точка Пересечения Медиан Точка Пересечения Медиан Треугольника Центр Тяжести Да Центр Тяжести Совершенно верно И Утверждение Такое Если Вы Где-то Здесь Берете Точку О То В два Раза Дальше Будет Точка А То есть Если Вот Нарисовать Отрезок О А То Для того Чтобы Понять Где Расположена Точка Пересечения Медиан Надо Этот Отрезок Разделить На Три Равные Части И Здесь Вот Отметить Точку Пересечения Медиан Вот Такая Картика На Прямой Элера Ведь еще лежит Центр Окружности Девяти Точек Правильно Правильно Это Следующая История Действительно История Про Окружность Девяти Точек Или Коротко Окружность Эйтера Как только Я расскажу Что это Такое Выяснится Что Ее Центр Тоже Лежит На Этой Самой Прямой И Более Того Мы Даже Поймем Где Именно Он Лежит Я могу Нарисовать Желтую Окружность Так Окружности Не надо Это Я буду Отдельно Лежит Там Сейчас На Полчаса Работает Дом Работает